Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы также продолжаем тему создания мобильных приложений. По плану мы рассмотрим следующие вопросы. Устройство платформы Android, обзор средств программирования, Android для разработки, эмуляторы, возможности откладки на реальные устройства. Android, операционная система для мобильных устройств, основанная на ядре Linux. Позволяет создавать Java-приложения, позволяющие устройствам через разработанные Google-библиотеки. Есть возможность писать приложения на C и некоторых других языках программирования. Уровень абстракции между аппаратным обеспечением и программным стеком. В основе лежит ядро операционной системы Linux, обеспечивает функционирование системы, отвечает за безопасность, предоставляет сетевые стеки модель драйверов, управляет памятью, энергосистемой и процессами. Обеспечивает важнейший базовый функционал для приложений, алгоритмы для вышележащих уровней, поддержка файловых форматов, кодирование и декодирование информации, отрисовка графики и т.д. Реализованы на C и C++ и скомпилированы под конкретно аппаратным обеспечением устройства, вместе с которым они поставляются. К ним относятся медий фреймворк, SQLite, 3D-библиотека и т.д. Обзор средств программирования. Среды разработки к ним относятся Android IDE, Android Studio, Intel Edge IDE и Intel SDK. Android IDE, значит, в системе Eclipse реализован полный цикл разработки и редактирования, компиляция, дополнение кода, проверка ошибок в реальном времени, рефакторинг, умная навигация по коду и запуск вашего приложения в одно касание. Android IDE, возможно, разработка настоящих приложений для Android, прямо на устройствах с операционной системой Android. Android-планшет с клавиатурой может стать полноценным местным разработчиком. Можно просматривать и редактировать код прямо на смартфоне. Android IDE, также поддерживает разработку соиспользуемых Java, XML, Android SDK, также хорошо, как с C++ и Android SDK, полностью совместимы с проектом Eclipse. Интеграция с Dropbox поддерживает гидно-профессиональной разработки приложений. Android Studio, значит, это лучшая идея, позволяет редактировать приложение в реальном времени, отображая его поведение одновременно на устройствах с различными диагоналами экранов. Доступны мгновенные переключения на различные типы, верстки и размеры экранов, встроены инструменты оттачивания качества приложений и встраиваемых путей их монетизации, раздел с подсказками и советами по оптимизации, с тематическими разделами, средства взаимодействия с обетотестерами, позволяет ускорить процесс разработки софтвердных изделий, сделав его более продуктивным. Android для разработки. Для этого необходимы нам JDK, Java Development Kit, бесплатно распространяемый компанией Oracle Corporation, комплект разработчик положения на, закачав Android, IDA, USB драйвер для Windows. Activity, основная единица, графический интерфейс, аналог окна и лекарная форма. Эмуляторы. Эмуляция. Эмуляция. Вычислительные техники. Комплекс программных, аппаратных средств или иных сочетаний, предназначенные для копирования функции одной вычислительной системы на другой. Отличная первая вычислительная система. Таким образом, чтобы эмулированное поведение так можно ближе соответствовало поведению оригинальной системы. В среднем является максимально точное воспроизведение поведения. Стандартный эмулятор. Эмулятор виртуальное мобильное устройство, которое запускается на компьютере, позволяет разрабатывать и тестировать положение без использования реальных устройств. Недостатки эмуляторов. Требует много системных ресурсов. Из-за различий в архитектуру процессоров компьютера и смартфона медленно запускается. В некоторых случаях эмуляторов нет достаточно. Запуск эмуляторов в приложениях начинется. Далее, возможности отладки на реальных устройствах. Отладка на устройствах может быть следующим образом. Тут идет настройка устройства. Включить режим отладки в USB. Разрешить установку приложений из альтернативных источников. Далее, настройка компьютера установить драйвер, вручную кнопку настройка среды. Включить возможность работы с устройствами. Запустить проект на устройстве. Далее, в настройку устройств необходимо включить режим отладки по USB. Для запуска APK файла с расширением, полученных из магазина приложений Google Play, необходимо разрешить установку приложений из альтернативных источников. Спасибо за внимание.